доброе утро ребята ну как доброе утро уже не утро вчера мы я уже не стала снимать мы вернулись где-то в три часа ночь по моему домой или в пол четвертого сегодня ужасная погода это с детками на площадку вышло по-моему дождь собирается вчера вообще вчера мы купались в бассейне а сегодня дождь да давай там вкусно поели потом мы были в баре прикольно и там познакомились с одним таким классным чуваком помните мое свидание с тиндера с винсент касселем забудьте касселя я познакомилась хавьер бардева с такими волосами короче такой симпатичный у нас сразу такой контакт все это время на меня смотрел я на него в итоге в какой-то из моментов и я мы пошли в туалет синий выходим тоже хочешь сейчас соня потом ты да по очереди так ну вот и мы выходим с туалета смотрим за нашим столом тела уже нету он уже сидит с ними за столом но мы ему сказали что мне понравился тот мужчина пошел с ними знакомиться но в итоге мы все переместились за один стол там еще рядом какая-то с китая девушка сидела с другом и мы в общем все вместе познакомились сидели я начала общаться с этим хавир бардева но я стала с ним болтать блин он такой классный они оказались греки но проблема в том что он не говорит ни на каком языке кроме греческого его друг говорил на немецком на греческом и немножечко на русском а это только на греческом он на английском ну буквально пару слов то есть у меня там четыре слова у него два да вот так вот мы общались но с переводчиком сидели как-то общались так на пальцах блин он мне так понравился был такой классный да потом мы пошли еще в какой-то клуб боже сто лет не было в клубе он мне предложил горит пойдем погуляем лучше но у меня садилась батарейка меня 4 процента было я не знала как я потом ну вернусь да у меня не адрес ну как адрес все есть но на телефоне я думаю сейчас выйду пойду гулять и и как и что но и в общем пока думали как и что в итоге позвонила мама тела говорит что дети оба проснулись три часа ночи плачет соня проснулась меня нет начала плакать мы сели попрощались с ними со всеми сели на такси и поехали домой и поехали домой мы конечно ним обменялись телефон номерами как бы это так чисто из вежливости потому что мы с разных стран и мы не говорим на одном языке у него тоже есть . он разведен и он ну прям очень приятный мужчина ну в общем вот такая вот грустная история и представляете он не только даже сразу приснился сегодня ночью я в шоке они один день здесь были сегодня с утра они уезжают в монако потом еще куда-то короче они на машинах какой-то такое путешествие делает вот у него какой какие-то рестораны в греции в салонике и он говорит приезжай в салонике ты там была игры нет он говорит когда ты приедешь я такая не планировала приезжайте в берлин ну в общем да мы обменялись номерами я сказала будешь в берлине пиши ну и в общем сегодня я проснулась мне было так плохо от этого выпитого вина я вчера выпила больше чем бокал больше чем два бокала и мне конечно вы знаете говорила со зимпиком не очень идет по дороге домой так подташнивала давай на коленках надо так если не проснулась и мне так плохо и я опять заснула проснулась а мне опять ну как плод тошнит тошнила меня от этого просто просто даже не прет на алкоголь понимаете когда ты потом все равно пьешь то потом тошнит и в итоге я сегодня просто весь день дома все на семья они куда-то уехали говорят типа проснетесь подъезжайте к нам но я проснулась и понимаю что ну я не в состоянии и все и мы просто провели день дома и вот сейчас приехал тило с ребенком я взяла детей пошла вот здесь прогуляться возле дома осенья со свекровью да правильно ведь еще свекровь но свекровью они же кому-то в плете вот лете там по магазинам ходят но погода я мы в куртках мы в офигенная тут конечно площадка вот горка и вот качеля и скамейка все получается все городки вот флоренции где-то минут 30-40 а другой деревушки минут тоже 40 час да и вот они все тут рядом расположены а тут вообще получается такие вот домики и мы вот в одном из них и все и больше как ничего нет да собачка то книжку читал кто это это кто нет это соня вот это соня это соня это соня а это это мама сеня это мама юля всем привет ребята играет как она быстро учится он уже там что-то туда-назад здесь крестик здесь play все уже понимает играет в игру я много влог малая 7 спит сейчас проснется и мы поедем у нас погода дождик с утра лил до 1 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 отлично хорошо а я попу поднимай попу поднимай вот и вот так начать а я буду остекли давай застегивай а носочки хочет уже один достичь queridoso пойдем соня сюда смотрите какая красота сейчас ребенка вытащим вай 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 и вот природа дождик и больше нет смотрите ли какие тут растения Ой, вот такое я люблю Вот такое я люблю Это надо поесть Очень вкусно Я люблю ребят просто шикарное место вот куда мы приехали нам здесь так понравилось здесь вот еще теннисный корт есть во первых было очень вкусно нам все понравилось прям и паста такая классная и рыбка с овощами и 10 ну короче очень вкусненько молодец да во вторых мы чем больше здесь больше находили всякой интерес прошли там бассейн я уже посмотрел номера очень миленькие номера получается вы с таким шикарным видом и что сказали можно играть можно играть которым будет стоить сейчас все не оделась кашемировый свитер который вчера купила ботинки игры давай мне быстрее мой мантыш сейчас солнышко ушло получше стало да хоть бы дождь пошел скорее я в восторге я очень хочу вернуться сюда на пару ночей классно ресторан называется альпруно а отельчик или вилла отель на ресорт 37 по цене нормально очень много вот так смотришь классный такой старинный замок до бассейн кипарисы внутри смотришь просто кто-то старье прям пахнет старьем а здесь видно что внутри тоже таком тосканском стиле но видно что такое все хорошая новенькая не не вот эти вот старые деревянные кровати и вид ну просто шикарный я уже смотрю думаешь мне сюда вернуться летом чтобы вот с бассейном я себя тут вижу прям вот одной но либо романтическом путешествие либо я вот одна у бассейна там лежу с книжечкой и все тут рядом если что да на машине ну как бы в тоскане да да других всех городочков в течение там 30 минут через часа до флоренции где-то минут 30-40 прям смотрите какой вид и вот там вот еще горы они в таких облаках то ниже то выше эти облака и вот там если спуститься можно погулять там виноградники мы сейчас у них тоже остановимся пофоткаться хотим там прям гроздья такие винограда ох мне прям мощь я это место уже за сохранила я очень-очень подумаю насчет следующего года туда не туда а сюда приехать вот таки сидим я говорю осень блин я думаю как сюда приехать она говорит ты сейчас здесь украшеный пофоткаться и Субтитры подогнал «Симон» 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 это лучше не бежать из машины все прочитать можно подъезжать в этом либо заранее в это время года в итоге идем пешком километр идти километр идти такси не останавливается uber и ждать 11 минут тут идти километр в итоге мы идем холодно ябко дождь и мы опаздываем что еще надо для настроения зато красивые всем ребят мы дошли опоздали на 20-25 минут тут так прикольненько выглядит эта атмосфера мрачная выглядит немножечко как найти вот рим средневековье знаю такое гео снации вот это кайф ребята это так вкусно я как будто я как будто суп из бисквита не готовы это не забайоне из гельт и бисквита растительное, гельт и бисквит и зубер с бисквит и бисквита и он ароматизировал с петро винсантом и вкусным вином Потом говорит, что это взбивается желток, потом белое вино. И то, что мы с капоном ездим. Короче, желток с белым вином взбитым. Покажи ваши напитки. Напитки, как у нас много. Еще пусто. Я сегодня за рулем, плюс мне паковаться. Плюс это миска. Что-то тут полный тухляк. Мы спросили в ресторане, в котором были до этого, официантку, куда нам пойти. В какой-нибудь классный бар, где красивые люди, где классненько. И она говорит, что тогда точно мы сюда. Ну, тут, кстати, симпатично. Это вместе с гостиницей. Очень такое все, в принципе, красивенькое. Но скучняк. На улице, где мы сидим, атмосфера реально печаль. Что я и делаю. Пью чай и колу. Выставила сейчас фоточку в инстаграм в этом платье. Столько комплиментиков. Мне просто закидали. Ну, действительно классно. Рада, что я его сегодня надела. Потому что в следующий раз неизвестно когда. Мы сейчас идем в другой бар. В тот, где мы были позавчера. Потому что там было весело. Ну, не знаю, как будет сегодня. Но там такая атмосфера более тусовочная. Здесь скучняк. Так, ну что, ребята. Все, мы дома. Время где-то час. Или два. Час восемнадцать. Мне сейчас вот это все запаковывать. Очень много вещей. Но, слава богу, это не то, что выбирайте шкаф. А просто в чемодан. Просто их так много. Что-то я столько набрала. Что-то уже агул там музыка была. Мы посидели. Возле нас был какой-то столик. Туда сели. Не знаю. Раз, два, три, четыре, пять или шесть. Чуваков. Какие-то футболисты. Какой-то их менеджер. Ну, конечно же, мы с ними познакомились. Точнее, Сиднин муж. Он такой общительный. Вот мне бы так, мол, толкить какой. Это делает. Он просто на раз, два знакомства заводит. Ты не успеешь оглянуться. Он же говорит, так, это то-то, то-то. У него столько детей. Это работает там. Мне понравилась там одна девушка. Такая красивая. Блин, не знаю. Мне так неудобно. Мне понравилась девушка. Я вам сейчас вот тут ставлю кадры. Она была такая смуглая. Ну, темнокожая. Похожая чем-то на девушку Мельсен Касселя. Очень симпатичная. И мне очень понравилось, как она выглядела. Вот это платье золотое с ее цветом кожи. Так классно смотрелось. Мне очень понравилось и украшение, и в особенности цепочка. Мне она настолько понравилась, что я не могла перестать смотреть. Ждала, пока она пойдет в туалет, чтобы пойти у нее спросить. В итоге Тила возвращается, говорит, платье оттуда, цепочка оттуда. Цепочка оказалась Зары. Я зашла, конечно, посмотреть. В Заре ее нет. Видимо, не актуальная коллекция. И я говорю, может быть, она продаст. Тила пошел покупать. Но она была очень пьяная, что она уже ничего не понимала. А женщина, которая с ней была, она как-то так его отшила. Она, может быть, подумала, он там ее пристает. Не знаю. Короче, без цепочки мы остались. Ну, ладно. Он, естественно, познакомился с соседним столиком. Ну, в общем, мы там пофлиртовали один. Кто-то мне там пытался сказать, пытался спросить. Сам по-английски не особо говорит. Он говорит, а почему вы хотите домой? Я говорю, ну, меня надо паковать. Я говорю, завтра на гарду уезжаю. Он говорит, ты что, одна? Я говорю, нет, с родителями, с ребенком. Он такой, а, ну, у него тоже есть дети. Ну, в общем, да. В другой день, 108 досталась, поболтала. Ну, еще такие были мальчики. Ну, как мальчики тоже, там, сорок. Ну, не сорок, ну, под сорок. А, может, и сорок. Где-то так. Вот. И, да, время по второго. Мне в десять надо быть самое позднее. Ну, в десять надо забрать полдесятого там родителей. Ну, самое позднее в девять надо выехать. Но лучше раньше, без пятнадцати девять, например. Я посплю пять часов. Ну, ладно. Я, по крайней мере, не переела сегодня. Не перепела, точнее. Я вообще не пила. И, эээ, поэтому нормально будет. Все, давайте не терять времени собрать вещи. Пока что это выглядит вот так. Тут все накидано. Тут сухнет что-то. Эээ, что за звук? Что скрипит у меня на камере? Вы слышите? У меня что-то тут скрипит. Как будто бы объектив. Ну, короче, вот это вот все. Я не понимаю, откуда столько вещей. Все надо собрать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пакет еще одна сумка чемодан это я завтра засуну пусть подсохнут бедненькие мои дождь намокли и там вещи которые завтра надену все я спать ребята 2 этого будет 3 нормально главное сейчас не залечь в интернете я на этом с вами прощаемся боже не могу говорить на этом я с вами прощаюсь надеюсь вам нравятся мои влоги из италии если да то дайте мне знать оставив лайк или написав комментарий всем спасибо за просмотр и видимся завтра всем пока и